Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу вам рассказать об игре Tear The Awakening. На самом деле я уже делал обзор игры 8 декабря 2015 года, ссылка на этот обзор прямо сейчас появляется в верхнем правом углу, так что за подробностями рекомендую сходить туда и посмотреть, и послушать, почему же я снова возвращаюсь к этой игре. Да потому что недавно, в апреле, вышло большое бесплатное дополнение под названием Return of the Giants, то бишь Возвращение Гигантов. И это дополнение стоит того, чтобы вновь обратить ваше внимание на игру, потому что самое главное лично для меня, и думаю для многих из вас, это то, что в игре наконец-то появился русский язык. А для такой игры, как Tear The Awakening, это очень-очень важно. Но давайте кратенько для тех, кто не смотрел мой обзор и не хочет его смотреть, объясню, что за игра. На самом деле никаких аналогов в игровом мире Tear The Awakening нету. Я вам не могу привести сравнение и сказать, что вот эта игра похожа или вот эта игра похожа. Все-таки Теа самобытная и оригинальная вещь, поэтому я и обращаю ваше внимание на нее. Это смесь стратегии и ролевой игры. Причем вы отыгрываете не роль какого-то определенного персонажа, а сразу многих персонажей в деревне, кроме того роль бога еще. Но словами довольно сложно объяснять, что в игре происходит. На планете Теа произошел какой-то катаклизм, какой именно вы выясняете как раз в процессе игры. Боги планеты ослабли, но пришло время возродиться, и постепенно с вашей помощью божества начинают обретать силу. Ваша деревня появляется в мире Теи, и у вас две задачи. Первое — выжить, второе — понять, что происходит. Идеей в игре оригинальных великое множество. Взять хотя бы то, что вы совершенно не обязаны доигрывать партию до конца. Вы вполне можете ее проиграть, не выжить, и это все равно скажется на ваших следующих прохождениях. То есть ваше божество получит опыт, станет сильнее, и следующее прохождение таким образом станет проще. То есть разработчики говорят нам, разбирайтесь с игрой, смотрите, что тут, не бойтесь ошибаться. Это все нормально, вы все равно получаете опыт таким образом. Кроме того, ну, замечательная славянская мифология. Очень редко в играх, к сожалению, она используется. И вот поляки, кстати, это тоже Mucha Games, тоже польская студия. То бишь и CD Projekt славянскую мифологию используют, и Mucha Games вот в Taze Awakening. И это до сих пор свежо и необычно, и как-то близко сердце, если хотите. Так, в чем заключается стратегия? В том, что вы развиваете свою деревню, добываете пищу, ресурсы, чтобы построить здания, чтобы накормить ваше поселение. Так, например, тут реализована система барского стола, то бишь, когда у вас куча еды. Собственно, чем больше у вас разновидностей пропитания, тем больше бонусов получают ваши жители или воины. Если у вас 10 различных видов еды, то вы получите самые максимальные бонусы. При этом есть базовые корешки, ну, там, типа пшеницы, мясо, которое вы добываете. И потом из этого всего ваши кулинары, повара могут приготовить гуляш, рыбный суп и прочее, прочее. То есть там куча всяких комбинаций. Такая же система и со строительством зданий, или с производством оружия и брони. Нету какого-то одного рецепта, чтобы выковать меч. Он может быть создан из разных веточек, металлов, камней и прочего-прочего, и получит разные характеристики. А здания, если они построены из разных материалов, они могут привлечь жителей и даже животных. Демонов, гномов, эльфов, которые останутся жить в вашем поселении и будут вам что-то делать или воевать за вас. Особенно весело, конечно, с животными, когда там пчела добывает пшеницу, а потом еще и в битве жалит соперников. Но самое интересное, по-моему, это, конечно, исследование мира. Вашу деревню вы перенести никуда не можете, она у вас изначально, но вы можете собрать экспедицию или несколько экспедиций, как вам больше нравится, и отправиться исследовать мир вокруг, узнавать вообще, что происходит. Очень много случайных событий, много необычных квестов. Вы постепенно разбираетесь в истории планеты, что-то случилось, пытаетесь прибраться и привести все к нормальному состоянию. И вот тут, наконец-то, появился русский язык. Потому что до этого, несмотря на то, что я вроде неплохо английский знаю, тяжело было читать тексты, именно потому что здесь вот эта славянская мифология, много таких необычных слов было. Но теперь с русским языком прям погружаешься в эту историю. Сюжет, по-моему, отличный. Дополнительные квесты отличные. Сейчас вот с бесплатным дополнением еще гиганты появились, там всякие землетрясения. В общем, что-то случилось и что-то происходит. Видимо, что-то случилось вот такое. И если вы после первого обзора еще решили на игру не смотреть, потому что нету русского языка, то сейчас самое время. Да, игра выглядит неказисто. Это, пожалуй, самый главный минус, по-моему. Создано на бесплатном движке Unity, но если он позволяет реализовывать такие вот замечательные идеи, то честь ему и хвала. А так, конечно, вот вступительный экран с названием The Awakening Return of the Giants выглядит, как будто его шестиклассник в фотошопе нашел классный фильтр, чтобы обозначить, и так забубенил в итоге. Но не дайте себя обмануть визуальной составляющей. Игра сама по себе очень интересна. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru 2GIS, если быть точным. Битвы тут происходят в виде карточных баталий. Причем именно драться, вот как стенка на стенку, здесь не самый лучший вариант. Тут можно побеждать еще хитростью, охотой. И это тоже все изображено как карточная битва. Тут в зависимости от характеристик, то, что у вас прокачаны некоторые ваши жители на охоту, на скрытность, либо на тактику, вот это вот все влияет тоже на эти битвы. Если вы побеждаете в этой битве, вообще никаких ран не получаете. Правда, можно проиграть, и какие-то штрафы тогда у вас будут, конечно. Например, у меня вот в деревне произошло случайное событие, там праздновали какой-то праздник, получили там монусы, прочее, прочее. И на следующий день все мои жители мучаются с похмелья. И что? Да, правильно происходит битва с похмельем, с болезнью. То есть если у нас прокачанные есть врачеватели в деревне, то мы эту битву победим. В этой битве победим. Победим похмелье. Если же... Ну и получим благословение там определенное. Если же проиграли, то наоборот, плюс там к болезням. Они несколько ходов будут мучаться от проблем с головой и так далее. Вот таких вот мелочей в игре много. Ну, давайте я еще отмечу минусов, потому что как-то я слишком опять много про плюсы рассказал. Понимаете, почему вот я так хвалю эту игру? Вот, например, она меня отвлекла от Stellaris. А вот представьте себе, что в эту игру мне вот на данный момент интереснее было играть, чем в Stellaris действительно. Ну вот не нравится мне рандом частенько. Очень много таких случайных вещей происходит. Не нравится, что в некоторых битвах не очень понятно, чем лучше драться с соперником. Реальным боем или вот там тактикой, охотой. Что там выпадает, потому что ты не можешь сравнить характеристики соперника и свои. К концу игры ваши действия приобретут некоторую рутину. Особенно, когда у вас там уже много жителей становится в деревне. Вы уже понимаете, что побеждаете. Но это, кстати, проблема очень многих пошаговых стратегий по-хорошему. Когда ясно, что вы тут победили, но игра еще заставляет вас играть. Нету сильно большого различия в сюжете между богами. То есть, хотелось бы, потому что есть такие боги типа добрые, а есть такие более на войну повернутые. И различия между ними только в тех бонусах, которые они дают вашим подопечным. А вот сюжет, в принципе, один и тот же. Тоже хотелось бы какого-то разнообразия. Но это все такие, знаете, мелочи. Если вы пропустили в конце прошлого хода... Года. В конце прошлого хода. The Awakening. У нас каждый год за один ход, видите. То сейчас я вам рекомендую на нее все-таки обратить внимание и поиграть. Появился русский язык. Можно шрифт крупнее делать. Все теперь замечательно читается. Ну и еще посмотрите, пожалуйста, мой первый обзор. На этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что застряли до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просек. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. 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 Продолжение следует...